В Первоуральске завершается запуск отопления в жилых домах. Работы идут по графику, но далеко не во всех квартирах горожан потеплело. Почему и куда обращаться, если батареи до сих пор не греют, выясняла наша съемочная группа. Давай Леруси носки оденем, тепленькие, холодно дома. Сегодня пятилетняя Лера не пошла в садик. У ребенка бронхит. В квартире холодно, теплые вещи спасают едва ли. В таких условиях, сетует мама девочки, вылечиться гораздо сложнее. В этом доме горячую воду отключили еще весной. В коридорах и туалетах срезали трубы и батареи. Когда рабочие завершат здесь капитальный ремонт, узнать в управляющей компании жители так и не могут. Они опасаются, что тепловых квартир придет еще не скоро. Пока же обогреваются как могут. Под утро обычно, прям холодно, окна линием покрываются. Очень холодно, батареи холоднющие, вещи не сохнут. У меня ребенок спит в теплой пижаме, в махровой, спит под двумя одеялами. Она просыпается в 4 утра и говорит, я замерзла. Вот у нас новая система отопления, наша рационализаторская. Мы наливаем воды во все емкости, включаем газ. Свою систему отопления показывает жительница дома на Вайнера 49. Галина Широкова рассказывает, по графику управляющая компания должна была дать тепло еще 16 сентября. Но батареи так и не нагрелись. Чтобы не замерзнуть, пенсионерка надевает три кофты и укрывается пледом. Почему-то в соседних домах тепло есть. У них даже форточки уже открыты. Весь наш дом замерзает. Вообще безобразие полное. В городской администрации говорят, сегодня в Перу-Уральске подключено отопление уже во всех социальных объектах. И 90% многоквартирных домов уже с теплом. Обещают, в ближайшее время тепло придет в квартиры жителей микрорайона Хромпик. Проблемы с отоплением в отдельных домах должны решать управляющие компании. Ресурсоснабжающие организации вовремя включились и вовремя переключились на зимнюю схему подачи тепла. Соответственно, сейчас работают уже за управляющими компаниями, бригадами, отработать уже внутридомовые системы и, так говорится, убрать воздух из системы отопления. Сейчас ситуацию с подключением жилых домов контролируют не только в администрации, но и в областной прокуратуре. С завтрашнего дня в надзорном ведомстве начинает работу горячая линия. Информация о нарушениях в подаче тепла жители могут сообщать по телефону 376-82-61. Дмитрий Солюков, Евгений Шилов. Новости. Перу-Уральск.